Бретонская власть уже и на Ултуане. Я вас приветствую, друзья, с вами Верус. Да, мы добрались до Ултуана, даже захватили небольшой кусочек. Нет, здесь уже такого Красного моря, кстати, в этой серии, к сожалению, вокруг на карте. Но мы знаем, что оно на самом деле там есть. И квестовую битву. Да, у Феи Заклинательницы уже есть возможность сыграть битву. С нее я и планировал начать. В прошлой еще серии там хаос пришел, помешал. Но мы телепортируемся. Да, домой, домой. И хаос быстренько разносим. Причем здесь нам говорят, мы таким стеком разнесем все быстро. Волшебное зелье помогло Феи Заклинательницы призвать чары Великой Силы. Но приспешники хаоса все равно высадились на Бретонский берег. Пусть и несколько в меньшем количестве. Если их не уничтожить прямо сейчас, под угрозой окажется все королевство. С другой стороны, у Бретонцев есть преимущество. Зелье продолжает действовать, а Фея Заклинательница хоть и потратила много сил на вызов. Шторма, да бла-бла-бла. А что в тишине? Ммм. но за империю тоже на этой карте как-то сражаться приходилось да только там это все дело было по-другому ну что мне нравится вот в отличие от многих сражений квеста во второй вахе в первом можно было расставить здесь оборону обычно выстраивать можно было за имперцев там холмик использовать как дополнительные защитные сооружения но все это сейчас не так важно здесь хотя можно поставить куда-нибудь вот сюда допустим артиллерию чтоб с фланга она была прикрыта и будет добивать кавалерий здесь прикрыть а летающий будет долбить врага но с героями естественно маг 1 маг 2 а давайте вы на группа магичку уже отдельно и 1 2 будем использовать в общем вот такая вот у нас армия сплошной летающий батальон будет препятствовать вторжению хаоса даже на фоне неба красиво голуби хотя опасно так заходить до голуби если подпортит одежду но это еще как бы к деньгам а вот если пегас это даже то что к деньгам вряд ли успокоит того кому это досталось испытать так то это будет неприятно но не станем об этом сейчас подумать фея 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 так вот и можешь прокачать никто из вас еще до сих пор магию не может повысить давай выходе так троллей трогать не будем на них пофигу герой сейчас зацепят а остальное будет сделано в лучших традициях пробритесь ребята да ну давайте давайте понимаю вам приказали якобы боги хаоса а им приказала леди они правда он крест-накрест и немножко не определились кто кому должен уступить дорогу это вот караты кстати я же без коня редко видел как она сражается надо использовать этот момент сейчас отдадим приказ об атаке естественно артиллерия будет бить в эту толпу но несколько отрядов мы хотя подождите нет не ты на этой стороне у нас с этой стороны сейчас спустятся собак добьют и пару пегасов прикроют принцесску остальные еще парите смотрите с высоты будем смотреть как она карате своё демонстрирует бесконтактно удар ладони нужен нужен не отворачивайся это не ты надеюсь там блеванула просто как-то похоже да было в этом момент у ее это же хорошо только чуть далеко кинул но это хорошо так следующий идите помогать вот способность еще двоих получится сейчас отхилить а я замечательно им хорошо и тебе и еще всю нашу кавалерию не использую даже помоги товарищу ему сложнее сейчас подкрепление дай пожалуйста идите сейчас мы тут и пехоту используем коим веке так а вот полководца добейте вы полководца и хил можете сюда приземлиться но они жирненький у нас не погрите пить они выживут без проблем от ветерка для них это не проблема еще одно подкрепление подходит это все мелочи это не иди сюда бретония лабрит он давай лечим от геморроя проклинаем от врага вот такая вот фигня все ну тут тут вся даже наша кавалерия не нужно кого-нибудь в первом ряду пожалуйста мы вебе вова вове билеты приобретали вперед господа шевалье давай это у вас похожим словом но более грубым назовет чуть помешайте им вернуться все остальные вперед но она мне нравится как бегает там сражается чё-то сейчас этот рыцарь подойдет и фея ну нужно в бой бросать она медленно конечно передвигается ну ну красиво ну согласитесь но это шилиган выглядит жутковато когда она вот такая вот вся заляпана еще и на лице и даже пегаса не хочется давать потому что у меня она обычно ну когда я было время прохождения есть рассекала на единороге то есть пешая по моему даже не представала предо мной такой вот дух у нее вариант так она как красавица здесь надо кавалерию зацепить о блин вот как назло а господа разберитесь с этим тогда сейчас феи разберутся раз на раз вы подтягиваете сюда просто чтоб лечилка зашла ну не серьезно мужики ну не серьезно ну как же так можно бежать а не понимаю жутковато смотрится несется на вас леди парит просто воздухе ну это же просто леди как супер мы их газа них по ним быть пусть они чуть хоть задержатся идите идите только ускорился на это она ненормальная давайте сейчас еще попытаемся может задержать хотя ей должно хватить успех и опять и хватило так это замедляет тебя а это позволяет тебе атаковать их гонит 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 пожалуйста но жуткая маньячка ну сыграй на камеру начала слишком крупно был вообще сейчас кадр не не идет что ладно не прет нам с этими повезет с другими и это стеснительные попались норские ци в общем массовка не самое лучше массовка далеко не самое лучше естественно тут по две сотни по сотней в легкую набили наши элитные бойцы и артиллерия там в толпу пока герои расхлебывали причем здесь противостоял ему полководец поэтому он был меньше всего этот все равно справился достойно плюс он еще заклинание кидал у него 175 не стоит забывать у него заклинание у него кайфовый клинок чаша зелий великолепно ранг плюс 3 и я не забываю еще про меч естественно я про меч не забываю меч кейна который должен луан получить который должен заполучить луан так талисманчик доспехи тебе бедолаги после того как ты отхватил мы выдадим тебе доспех а у тебя чаша зелий применяется замечательно чаша зелий принимается город мы тебя назначаем тонус дюбуа за ангри по-прежнему еще идет по-прежнему сюда машин 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 ну армию я тебе обновил машинчик поэтому просто в но масс иди от орков мы избавились у кстати грунте мингол здесь пограничное княжество я все ставил на гномов что они будут теснить орков пока мы хоть отвлекаем но так оно и происходит постепенно видите их территории отхватывают 8 пиков карака уже гномы забрали то есть гринго вообще пофигист судя по всему ему пофиг что его там с другой стороны назовем это так обижают его все устраивает а шара и собирался здесь стены назвали луан лиан кур вечная где она она осаждает тор англик кстати если она возьмет этот город будет очень хорошо меня такой вариант устроит так она повернись а подожди это земли союзников пока это еще земли союзников там я буду восстановить потери даже быстрее аллариэль хороший стек обалденный меч луана тоже легендарный меч конечно способность меч к урона с глаз вокруг себя но он не сравнится тут у меня два героя которых легендарное оружие в идеале в идеале это бы оружие конечно зашло лучше физиклинательницы у нее нет меча уникально но она на другом фланге сейчас перенести ее ну распустить это время распустили загони все это только время потеряем как иди сюда восстанавливаю потери быстренько 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 если она захватит тур англик мы ее разобьем нет мы в любом случае разобьем выбора у них нет ангелина мое почтение аль харчик хоть харчик харчик аль харчик она сиди сиди фея заклинательница ждет боем он раз эти распределились возвращаемся под сортозу любом случае один на один ты запинаешь это если бы они все на тебя набросились в море конечно есть сейчас вариант разыгрывать битву сейчас нет такого что в тобой все и ты прощаешься со стеком даже знаю что в целом возможно бы и выиграл сейчас хотя бы так можно договориться о честном поединке на острове пошли выйдем все теперь тебя никто точно не тронет хохланд идет на территорию норска идет империя идет здесь и даже маренбург так что не обязательно мне нападать ангелину можно будет усилить в случае необходимости и она поддавит может быть даже так и будем делать сейчас найм-то тут долги не такой уж и хороший пенгу сказать пусть войны пилигримы нанимаются не быстрее сейчас войны пилигримов из общего резерва на них дороже но проще берем лучников и хорошей кавалерии тебя хотя можно арту штрафы по крестьянам я в курсе я раскручу вот эту парочку как раз притык да как раз притык остальное должна быть хотя вот этажа отпустить там кавалерию нанять кавалерию можно рыцарь играли целиком и полностью монстров много монстров много поэтому рыцарь играли тем более здесь есть и даже вот этих отпустить потом лучников еще нами парочку деньги есть возможности позволяют даже из общего резерва там сколько двадцать а мне обошлась по найму это армии еще и даже не все закончено и и самая элита но все нормально экономика выдержит экономика практически резиновая у нас перенателем терем терем меч 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 отберем мы уже выехали за тобой вечная королева мы уже за тобой опять к кровавое море блин к вратам она свалила врата феникса решила защищать если она еще избавиться от меча сейчас будет очень печально главное чтоб она не слила улики и сортоза по идее можно сейчас объявить войну и сортозу захватывать опять я гринга кстати не напал на него надо уходить по рапунцель я забыл вообще вылетела из головы по-любому дотыкали в экран кто кричал в экран признавайтесь что как же рапунцель она опять в походе в своем замерла на месте замерла и никуда не пошла о ты развернулся на исталию интересный вариант интересный такой вариантик это все пропускаем передвижение пиратов меньше всего интересными бродячих этих артистов ранение анри ты еще анри мне попытался ранить до подлец вторжение неизбежно но это все подавим дикари приближаются пусть пусть приближаются гринга еще и с гарнизоном сейчас будет хотя и небольшим гарнизоном от его побеждала давай сейчас посмотрим охота на вампиров есть истребление орков это понятно великая зеленая угроза в урзак нет гринга ты не побеждала то есть в целом взять и победить его желательно ну а я опять отложу этот вопрос и опять скорее всего будут но не факт постараюсь не забыть избавимся от этой армии там дадим чуть поосаждать пусть они в себя поверят и пойдем дальше выполнять давай единорога дальше пойдем выполнять задание точнее обеты по убийству лордов вражеских альберик альберик можно вот за вечный поохотиться мы причем достаем ее можем пойти на штурм пехоты нет пехота у нас отсутствует луан лиан кур но врата феникса там сидит вечная королева да за тобой правда дружище за тобой правда здесь dre здесь куча лотернской морской стражи вот что против высших эльфов плохо в данном случае играя за бретонию них ведь очень много лутернской стражи это нужно против них в идеале играть кавалерий до обходить и бить они-то и копейщики они так копейщики они они не так просты ладно переживем франца оплёточка нанимаем боевой конь хватит тебе пока что на единорога не наработала ты будешь давить восстание будешь просто гай гасить восстание сейчас боем он нападает даже вот восстание по успеем погасить можем вывести тебя против наш скийцев посражаться приоритете бы им это делать так и сделаем а ну давай вылети маяч 1 на горизонте и осаждаем пиратов все-таки объявляем войну пиратам сортозом прям напрямую если сейчас напрямую то я начну еще с флотом ужасом а давайте в обход поговорим с латерном а может ты еще хочешь вступить войну ухты а ты против них не воюешь неожиданно почему отказываешься зимний клык с удовольствием он поддержит меня против черного утеса примет до просто хотя бы так для галочки если на морского на самом деле мог бы пойти вот действительно мог бы напасть здесь мы подождем пехоты есть создаем несколько выше самое главное город мы держим вас с нас не опередят город не заберут раньше нас берег луан винсеттик зловещу поляну клан риктус уже спалили хауситский символ может быть там и сидел риктус а и подожди еще один момент в принципе то я могу взять город на и на сразу снимем ты же достанешь еще раз ты же повторишь этот подвиг успех по курсу красавчик если как со скавинским городом то сейчас заберем быстро если нет то но чуть позже с вышками уже пойдем серьезно ты не дотягиваешься подстава конечно сейчас твоей стороны это подстава всем подставам подстава себе только хуже сделал когда хочешь лучше получаешь хуже скверно скавине я знаю и давайте на гринга нападает прощая ты легко и выигрываешь ай давай унижай гринга унижай этого гринга приобретается при участии в битвах вдали от столицы дальность перемещения замечательно и победа над гринга урон сквозь доспехи плюс 20 мелочи приятно стражи леди тренировки тебя все давай когда воровку будем стебать дальше делать и уже готов прийти к нам зеленый лицарь но так как у него все таки какой-то отпуск есть мы сейчас просто на следующий ход призовем вместе с нашей армии туманные горы брать дохлые ущелья так и руина до сих пор давайте подойдем кто получили их заселять тоже опасно это расширение наших границ это удлиняет здесь территорию куда могут на постерки перспективы полностью давайте провинцию захватим уже будем ждать с их стороны чего-либо зыбучие пески сквер на скавин стены страна ассасинов не будем хотя кавалерию чуть денег много чтоб не надоедал этот регион таверна еще не буду строить бордель не будем бардак разводить альберик слуа нам наверное пойдут сразу на штурм аварияль сияющие или подождать а может они на вывеску пойдут здесь и такие вышки нет нет будут мешать и кавалерия в поле она если пойдет на вылазку будет кстати может еще и лотерн подтянет войска сомневаюсь но надежда такая была нет вылазку не делает точнее вечная королева нет мы ждем твой слив на самом деле кругар прости но зато честно зато честно зато не ели полна рак стать и ранение успех еще и герои нашего ранения военный союз даже тут и танки он дивизии подъезжают уникальные войска так кражи окражу технологии пожалуйста можем сами рассказать вам чего-нибудь если интересно если любопытно ну обращайтесь всегда пожалуйста тоже военный союз я пока не будем давай и не станем наши отношения переводить на новый уровень пока останемся и их разбили они не смогли город взять а я уже панику хотел сейчас разводить уходит ну куда же ты куда же ты мы же тебя так ждали неужели вы на люстре решили пойти еще и военный союз не братишка почему тебя еще не присоединил орион я вообще не понимаю почему они не захватили эти горы с которыми они воюют они с гномами там горах воюют и могли бы уже туда прыгнуть он посты свои поставить чувствовать себя как дома в этом регионе для них вообще климат неважно нефта климат это так уникальная постройка позже давай все-таки порядок хоть он и здесь более хотя порядок есть кузнечку давай стоимость строительства и все остальные блага будем строить ну что восполняй тогда рапанс потери поход твои чуть задерживаются сейчас этот стек засеет дохлое ущелье и потом будем пытаться брать каракас гал двумя армиями даже сейчас тогда сделаем следующим образом мы ее уже будем вести к этому поселению и готовится к тому что она возьмет в осаду город потом зеленого призовем 2 стек подойдет все будет замечательно я в тебя верю красавчик пора выполнять обед там еще одного нужно убить а нет тебе еще трои дар еще даже троих еще много надо сделать альберик сколько ты будешь держаться семь ходов еды хватит у нее кавалерия хорошая причем тоже против нас она будет обалденно древние копейщиков куча лучник и латернская стража герои гарнизон там тоже будь здоров уникальная стража ворот но это считает та же самая латернская стража картинка 4 но принцип тот же наверное все таки битву за меч оставлю на следующую серию прям вот это и будет поводом для серии тизер тизер спойлер у нас внимание успех красавчик но в тебя все равно не верят все равно выставить то на то и выходит ой подожди альберик луанта осаждает а тебе можно так даже восполнять потери раз еще и подождать восполняй потерю меч мы успеем отобрать и тебя отправим угасить восстание тебе как раз обед выполнять сфер заклинательница куда тебя отправить остров захватывать вот этот можно но его удерживать тебя потом придется оставить давай коркам поближе то есть ее сейчас будем ближе к оркам перебрасывать с этой стороны ударим и пока орки бьются а наши пустынные города мы их немножко пограбим хотя бы самую малость бом-бом-бом зыбучий пески конюшня страна мы все сдаем маринбург ну сейчас мне нравится вот территорию ножка зачищают хорошо это что мы не пошли к темным эльфам тоже хорошо счет бы хауси то наше побережье осаждали этот превративый сплошную оборону от хауситов а это уже было уже видели такое о заключен мир и сразу же конфедерация вот р нет нет объединяет зато здесь прорыв делает пират ну и не зря все-таки к цели у нас немножко армия покоится на равномерно у него некоторые серьезные юниты пострадали ну окей давай посражаемся давай сразимся давай проверим твои потроха насколько они прогнили насколько они прогнили огненные как раз если что с хорошо зайдут против этих ведьм я надеюсь по стрелкам пегасики с артиллерией должны прогуляться как куда-нибудь так отойти можем вообще выключить его стрелков таким вот образом стать здесь соответственно его стрелки навесом стрелять толком не умеют чтобы атаковать наших ему придется встать на вот этот хребет пока он дойдет там пока до ковыляет ничего не получится в итоге так один отряд сюда один отряд сюда один еще суда летуны на отдельную группу да наша артиллерия тоже не будет ну прям так сказать божить все же в итоге это для меня должно сыграть хорошую службу а для него нет даже наверное сейчас разделим одни пегасики уже пойдут охотиться за его артиллерией уже только не на этот фланг либо с большей дугой вы сюда огонь не ровно стоим сейчас стрелять будет неудобно хочу хотя смотрите прям почти попал на автомате он тоже не лучше попал пошли мортиры сейчас мы их выбьем чем мы из вас выбьем всю ересь картечь бьет хорошо кораблик на ножках молодцом сейчас мортиры идите иначе вас покоцают иначе от вас сейчас ничего не оставит сбивают одного за другим но теперь настал наш человек берет бегом сюда цепляем 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 их так давайте несколько отрядов сразу концентрируем на кораблике заходим с тыла причем бомбы бомбы очень хорошо могут зайти если подойдут близко из-за холма выползает такая тварюка из-за холма это что за конечно фраза была божественная из-за холма из-за холмика из-за холма сейчас он должен развалиться там у него хп практически нет ну же ну же ну же я там приказа не отдаю сейчас летающим своим жду когда ты рухнешь вот вот нога отвалилась да бывает бывает со всеми бывало не ты первый не ты последний а тем временем тут моих лучников зацепили прорывайся суда упс и бежал неудобненько как-то вышел у нас с тобой хотя нет ты стреляй сюда а вы так куда стреляете у вас приказ был понятный полководца спасти пока он еще не уничтожен что ему больно он в окружении призрачных женщин а он все таки рыцарь ну пусть и по-бретонским так как скорее рыцарь в кавычках да рыцарь ну он спасся за счет своих крестьян правильно благородно не боже рыцарем убивает пусть и призрачных женщин пусть пусть это делают крестьян это в любом случае уже выиграли только не в цене хотя почему нет в цене вопрос просто сколько жизни нам еще придется отдать за эту победу вопрос именно как раз таки о цене стоял ну цена просто бывает раз мортиры бомбари кто у вас у вас крабики больше всего и набили а нет вот отряд который дорвался до лучников судя по всему пусть и не сильно их покоцал но прорвался через перегримов этих и лучников а бежал на фланге даже никого не потеряю ну и хорошо 60 тысяч практически но для нас конечно это целиком полностью бюджетно это всего лишь пару ходов считай сдать ну три хода лак науки там три хода и округлим в другую сторону более правильную скажем так по математике три хода сдать и это будет наш бюджет будет вот это вот награблено а так город зато захватим более-менее целый что тоже военный союз предлагаешь я тебе предлагаю оборонительный у нас даже оборонительного еще с тобой нет а то с твоим союзником по сути есть а с тобой давай так начнем начнем постепенно развивать наши отношения а вот и хаос да ладно а чё он напал и а мы а мы с кислевым в союзе мы должны были прийти кушу же приходили как на автобой с козлоногими у кислевым смотрите чё творит два стека еще не полных даже стека кислевитов без нашей поддержки уничтожили три стека хаосита в том числе где был архаон по идее он изначально был там этот петуха щипанный архаон такая какая-то ирония судьбы конечно сейчас смеются над хаосом потом его сделают мощным потом я думаю в третьей вахе если завязочка будет прям вот конкретно на хаосе потому что есть вариант что ну хаос будет присутствовать но не сто процентов весь упор будет на нем сделал вот хаос будет доминировать что все будут аж подскуливать от этого первое время поэтому такая вот синусоида то вверх то вниз то одним фракциям дают порулить чуть больше то другим а вот и гномы кстати захватили эти горы и эльфам уже некуда двигаться помехи восполнение потерь это плохо пираты сортоза уничтожено войны хаоса тоже уничтожены целиком чё за ирония судьбы у вас а хаосит грустно грустно должно быть а на сортозе уникальные постройки уже возведены для нас скорость исполнения потерь местный резерв таверна смите и ломбард на хромой улице все уникальные постройки возведены еще винишко возвести естественно здесь таверна уже есть а можно возвести ее ресурс с вином когда город прокачаем сейчас стены а потом вино сносить даже ничего не будут даже оставлю казармы даже казармы но сбежали сбежали твои клиенты сбежали подожди а ты тебе дорого не будет обходиться давай пока без них давай он улиц или королевцы еще не поднял уровень на достойный уровень пусть будет так уровень он везде уровень мешали нам восполнить потери да ну и ладно мы и так все равно возьмем город в осаду и продержим его в осаду помешаем еще одним зеленокожим взять этот замечательный город он у них форт кривой клык если что хотите берите грабьте еще раз там уничтожайте его делайте что хотите это вашего ну а здесь нас ждет битва за меч битва за меч кровопролитная естественно за меч кейна за него нужно драться прям вот так чтобы полило много народу и с одной стороны и с другой потом моя прелесть так что в ожидании следующей серии друзья мои с вами был верус всем добра пока пока